привет народ in самое время зайти в столовку 2 кита целых два ребята узнаете бывает один кит бывает это уже бредка давайте посмотрим на вывеску это вы сказали от меня о том как я столько раз ела здесь с клори мы и моей семьей когда мы были счастливы вперед ребят не забывайте мы проходим второй эпизод я его перевожу своим голосом еще раз пока не вышел ни один русификатор не русификатор скорее всего и уже наверное есть потому что игру впирать еще феврале и но не знаю подойти не сказать ему подойдет в общем не знаю своими силами как всегда потому что можно вам не хай не хочет читать субтитры может вы хотите просто закрыть глаза и слушать я не знаю просто приятнее знаме нравится больше слушать даже вот такая озвучка стал скорее слушать чем считать субтитры что читаешь субтитры она крайне что-то происходит думаешь быть что мне делать читать иれて смотреть читатели смотреть меня в детстве по всегда была такая проблема не на что делать тебя читал субтитры реально на экране что происходит тесто все пропускал и дубле хоть бы озвучка была и запас завтра такое ощущение что мясного 13 это много напоминает ну и я обожали этот парад говоря об апокалиптическом ты сегодня по-большому ел если ты имеешь у по-большому значит ничего тогда конечно сегодня я много ел я сегодня только ей омлеты и все странная дамочка о приведет такой денек а завтра наслаждаешься за буклеты что постер в постере не написано про студентов с пушками я вся хотел съездить в оригон кстати говоря кейт марш обожаю тебя спасибо поэт родных неплохая под кстати приятно что зеркала отражают в этой игре не очень это играется здесь уже давно у него на дачу себя как дерьмо напал слишком составит меня дай боже пострадать я купил рубашку но она такая туристическая что такое знаменито прям кафе на все засты союзный привет дамочка у вас вы будет потерялись голодная я просто голодная и думаю о том что поедет и зубил но это реально проблема в узкие такими все ника не могу решить кипа украина пирожок пирожок или м или гамбургер с сыром но ну знаете клоя к сожалению все я знаю клоя в станции бедная джоис ты слышишь что у клоя даже был дилер кто тебе сказал кто сказал кто сказал я это слышал на прицессу с канатом говорил что трава принадлежала другу клоя Джоис не сказала вам кому она не сказала боится что я кого нибудь арестую как будто бы это сделал я просто сказал ты будешь отстать от клои или прикалываюсь и между прочим дэвид мэдсон следит за ним за ними она твоя подруга я ее знаю а ты знал что она такая нет 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 у нее просто не везет я думаю свою удача хорошая надо саму создавать я думаю что не психолог так что джойс насколько хорошо вы знаете джойс а я знаю ее вкусные блюда все мы заботимся об этом месте кухня и джойса как будто наша наша мать я думаю с дэвидом мэтсон вот друзья и я бы не стал спустить слово мы друг друга узнаем а чего спрашиваешь у нее репутация у него есть репутация обеспечить но я уважаю дэвида он служил в стране нашел свой зубы на станции мы надеемся что дэвид на своем рейсе не все могут быть мельчинскими нужно идти наслаждайтесь завтраком по другой между прочим то что он точно сказать это не подходите к фургону снаружи да я не люблю подходить к странам и да парень он странный все что могу сказать я буду закончить свою копию и переходить к работе я не особо сейчас говорить хочу мне нужно ставить кучу завтраков в свою желудку алё извините меня вы у меня на прицеле все на прицеле да мне плевать на твой тон у тебя голос как у Джойс а как у голоса Джойс как у начальницы и как у умника как у тебя Джойс правит я хочу быть такой как она как она как она походу ты правильно движешься и вот так она себя ведет поэтому она мне нравится каждое движение хорошо я могу дождаться когда вижу как ты будешь в столовую бекон поджаривать прямо как Джойс теперь извините меня пока я буду допивать свой кофе еда еда хочу все так стена почета забыла о рыбной стене почета киньки киньки кейси джойс просто идеально так гитара картинка прикольно наша семья никогда не ходила смотреть на китов вроде весело сесть будем ждать хлоя с этим пацанами я кстати не поговорил походу ну ладно в принципе дело небольшое не думаю что это как скажется на сюжете и вот она потрясающая молодая девушка как дела макс привет Джойс приятно тебя снова видеть ты прям так же выглядишь я же как будто официантка в двух китах все эти годы нет ты до сих пор выглядишь молода хорошо сказала детка ты до сих пор умница но не настолько умница теперь тебя прогонят за то что курила ну я от Дэвида услышал много извини что тебе пришлось встретить его так он хороший человек не важно что Клои о нем говорит да я уверена я даже не курю ну вообще никогда это был несчастный случай очень глупый извините меня да я вообще удивилась я думал ты хорошо повлияешь на ее жизнь но я буду обещаю я знаю что для вас и Клои все будет тяжело ну я мне жалко что я не звонила летели мои друзья в Светле и я совсем одна в лайфхоле это моя карма ты правильно поступила ты просто продлилась вперед с жизнью я это сделала после того как умер Вильям Клоя Клоя решила просто злиться в любом случае надеюсь увижу тебя здесь почаще Клое нужен старый друг Джойс мне так жаль насчет Вильяма у меня о нем потрясающие воспоминания я рада Макс это был его подарок для нас потрясающие воспоминания даже если Клоя не понимает этого Клоя понимает Клоя понимает ей просто нужно время и знаю что ей тяжело в общем вам нет вам тишу а она уже прожила себе сажим из пульса сбежала наркоти плохие парни тату теперь нужно противостоять ее отчиму да я понимаю почему то есть понимаешь он не такой плохой человек как ты думаешь ты сказала что у тебя косяк был ты взял ответственность на себя да я так и сделала и мне жаль я не хочу чтобы у Клои были проблемы или у меня никого нет проблем из-за этого Макс и я рада что ты принял удар на себя ты потрясающий друг но Клоя действительно давит на Дэвида и это не честно он заплатил свою цену он беспокоится о ней и как и о всех студентов Блэквелля он беспокоится о Кейт Марш Дэвид упоминал ее но я не лезу в его дела я не буду потребовать Блэквелла он не будет готовить обеды я видел как он спорит с Кейт я думал вы знаете почему хорошая попытка на Дэвида на следующий раз лишь один я в одном студенте и она больше не в школе ну давай пойдем к самому главному что-то хочешь поесть бельгийская вафля омлет с беконом конечно же я мечтала о вашем омлете с беконом теперь допивай кофе блин я тоже хочу омлет с беконом но сегодня я его я мог его поесть но почему то не стал если вещь который здесь изменилась это цены в меню нерд 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 нравится мне ожидание завтрака смотреть о да черный кофе ты будешь моим эмм маяк выглядит так мистически я бы хотел остаться на этом моменте навсегда ну теперь наверное я могу но тогда это не будет тем самым моментом пива нет по моему ты достаточно уже выпил поешь бекона это как будто дежавит четвертого измерения я возвращаюсь назад во времени заказ готов пива не будет что это за такая столовка дежурка прибываю здесь вот 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 я сушу как ты желудок просто забывая ууууууууууууууууууууууу я про золя как ребенок до сих пор не могу поверить что ты уже девушка а самолет фотографии Клои я эммм спикер даму Говоря о дьяволе. Мама и Макс, снова вместе. И Клоя ищет бесплатную еду. И ты... Я сегодня заплачусь за завтра. Ты что, за завтра сплачешься? Да ладно тебе, мама, она извинилась вчера. Я знаю, что извинилась. Макс хорошая девочка. Женщина. Ей уже 18. Слишком старая, чтобы получать лекции от сержанта Пеппена. Займи его Дэвидом, если не хочешь. Чтобы я читал те лекции. Должно есть и бекон в день. Ребята, мы такие же. Еще одна причина покинуть этот город. Что это за дерьмо на джукбоксе играет? Вот теперь и этого нет. Давай поговорим о твоих суперсилах. У меня нет ни объяснения. Я не могу объяснить, почему я видел чертов торнадо. Да ладно тебе, это же как мечта. Докажи мне, что можешь перематывать время. Все происходит так быстро. Зачем медленно? Прямо сейчас. Погрузка от тебя о всем, что произошло. Все, что у тебя есть в кармане. У тебя что, есть виденье? Я даже не знал, что часть твоей способности. Давай посмотрим. Хорошо, Макс. Удиви меня. У тебя есть ключи. Да, слишком просто. Нужны детали. Опиши их. Я не знаю. У тебя есть силы или нет? Хорошо. Дайте я покажу, что у меня на самом деле в карманах. Это было за пределами Эпик Фэлла. Я даже тебе поверить не могу. Посмотри. Сейчас Эпик Фэлла не будет. Хорошо, Макс. Изучи каждый ряд аккуратно и не забудь ничего. Так, брелок с пандой. Сигареты. Их надо посчитать. Их здесь 4. А в прошлый раз я их угадал, как в прошлый раз. Я реально угадал. 7 сигарет. И здесь денег на... Кто знает. Цент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть центов. И этих... Четверть доллара 25. Это 75. 75 плюс 5. 80. И сколько я насчитал здесь монеток 1 цент? 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 86. Я, по-моему, я тоже их угадываю. 86. И здесь это лучше расфоткать. 10, 34. 86. Ладно, хорошо. Можно вернуться. Ну? Я тебе сейчас расскажу, что у тебя в карманах. Давай. Я вообще готова. У тебя штат за парковку. Хорошо меня знаешь. Но? Когда же меня поймали? 10, 34. Утро. Да. Макс может угадать время. Даже сломанные часы указывают время правильно, как дважды в день. Плевай. Или как там говорится. Ключи. У тебя есть ключ от машины? Да, слишком просто. Деталь давай. Опиши брелок. У тебя там панда. У тебя милая робо-панда. Да неплохо, Супер Макс. У тебя есть эту ирландскую дачу Куэлфилд? Что еще? Сигареты. Я уверена, у тебя там сигареты. Да, ты знаешь, что я курил. Но сколько их? Их семь. Семь сигарет. У тебя супер силу, который позволяет считать сигареты? Круто. Потрясающе. У меня еще есть в карманах что-то? Деньги. Деньги немного. Да, богато как ублюдок. Сколько у меня денег? 86 центов. Правильно? Живем хорошо, Макадибэй. Черт. Я просто вся дрожу. У тебя есть силы. Убери это дерьмо со стола, да, конечно, Макс? Как еда, Макс? Лучше, чем я помнила. Хорошо сказала. Чувак, да я тут как голодна. Да, понятно. Я просто хотел, что мама в том, что происходит. Покажи мне еще. Покажи мне еще что-нибудь покруче, чтобы я поверила вообще без каких-либо проблем. Я предугадаю будущее. Да и вообще не в жизнь. Теперь вообще внимаю на все, что произойдет в некоторые сельщие минуты. Чтобы ты могла просто свести с ума Клоя с своей силой. Она проливает кофе. А! Ты сломаешься чашку? Серьезно? Не буду я тебе наливать, чтобы вот так тоже было чашку. Теперь мне нужно ответить на вызовы. Где мой партнер? Эй, дарь мне. Свой бойцов клуб внаружи у Вайна-сити. Он начал. А я закончила. Лучше песню, которая у меня... Да, у нас лучше играет музыка. Я думаю... Джокбокс спекся. Чего ждем? Надо перемотать и рассказать Клое все, что произошло. Я предскажу все, что... Четыре события, которые произойдут в следующие 30 секунд или типа того. Так, Тревор... 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 Так... В общем, водить грузовика уронят чашку. И Джойс не даст ему новую. Что произойдет? И Джойс пойдет далее. Так, и вон здесь пончик, и его партнер уедет. Будет звонок по полицейскому радио, и его партнер уедет. И его партнер в машине уедет без него. Мы посмотрим, как пойдут дела. Джастин и Тревор будут драться, и Джойс побьет их. И Джойс остановит их. Джойс их остановит. И Джойс установит. Хорошо. Хочу посмотреть, что будет. Джокбокс сойдет с ума, как только на него упадет таракан. Пока таракан на нее заполняется. Да что-то странно, Макс. Но посмотрим, все ли произойдет, как ты сказала. Походу, я все правильно сказал, раз пошла такая касса сцена, я это помню. Ты что, сломал еще одну чашку? Ой, да ладно тебе. Не буду я тебе наливать. Черт, тебе надо ответить и покинуть просить завтрак. Эй, где мой партнер? Пора купить ролики. Да ты... Да отецовский клуб наружу выносите. Он начал, я заканчиваю. Ты, Джастин, наверное, просто влюблены. И ты даже таракан смогла предсказать на джокбоксе. Черт, я поклоняюсь Макс и ее силе. Это не игрушка, Клоя. Я должна быть осторожна. Да нафиг, конечно, это игрушка. Лучшая игрушка. И... Мы можем делать все, что угодно. Вырастет уже. Может быть, ты что-то со мной сделала, и я бы даже не знал. Ты можешь перемотать время, Макс? Это же просто ненормально. Мы должны поиграть. Ты этого не говорила. Посмотри, что с носом. Слишком дуло много. Как дела? Вот, перевозбудилась. Видишь, что происходит, как там встречаемся? Ну, давай пойдем в мое секретное убежище и протестируем твою силу на полную. Тебе нужен псих, который тебя провестил. Давай, девочка-приключения. Пойдем. Даже не доели. Клои на геста мне верят. И мне интересно, что за сумасшедшее... Сумасшествие у нее на уме. Поговорить. Хорошо, супер-девочка. Пойдем в мое секретное место. Не отвечай! У нас... Нам есть куда пойти и люди, с которыми поболтают. Давай! Пока вам не нужно жить. Это Кейт Марш из Блэквелла. О, большое дело. Ты мне не позвонил за пять лет, а теперь беспокоишься за сучкой, которую ты видишь каждый день в школе. Вижу, как тебя делают. Давай, поболтай с Кейт Марш из Блэквелла. Со мной не... Отвечи... Ответить, конечно же. Увидеть, почему я ответил потом. Привет, Кейт. Как дела? Пожалуйста, не дай лучшему другу тебе помешать. Ты в порядке? Обещаю, Кейт. Я не забуду. Клянусь. Просто сделай домашку и не волнуйся. Я, правда, не хочу думать о том, чтобы сейчас об этом говорить. Я тебе потом позвоню, ладно? Спасибо, Макс. Ты, если бы лучше потусил его с Кейт, давай, туси. Да не веди себя как ненормально. Я с тобой растутушу, ладно? Все, погнали. Что же, а пойдем мы в секретное убежище Клоя. В следующей серии, спасибо за просмотр. Следующая серия, в следующей серии будет тоже много интересного. Я знаю, здесь еще не была самая жара, она только все накаляется. Но в следующей серии вы увидите много... Надеюсь, на ней все поместится в следующей серии. Там уже будет много интересного. Как раз таки финала эпизода. Ребята, обязательно посмотрите финал. Финал огонь. Финал будет огонь. Я серьезно говорю. Обязательно посмотрите вот последующие пару серий до финала обязательно. Вы многое упустите, если их не посмотрите. Так что, пока, ребят. До встречи в серии. До встречи в следующей серии.